Здравствуйте! С вами Даяна Саитова и это программа уроки хорошего вкуса. И сегодня в преддверии праздников мы узнаем, как сделать свое торжество незабываемым и каким блюдом удивить и накормить большую компанию. И у нас в гостях человек, который знает о праздниках все. Организатор ведущего мероприятия Салават Мениханов. Время быстротечное, вот впереди снова так всеми любимое зимнее торжество, Новый год. Этот день с замиранием сердца ждут и взрослые дети, а значит надо как следует подготовиться к этому событию. И отсюда главный вопрос, где его отмечать. Взяв на себя ответственность организации мероприятия, мы должны обратить внимание на все нюансы. Зал должен располагать, интерьер должен быть красивым, конечно же, немаловажна сама кухня. Если это новогодний корпоратив, какой же новогодний корпоратив без танцев? Конечно, должна быть площадка для танцев. В новогоднем корпоративе, конечно же, будут определенные игры. Кстати, об играх. Чем развлечь гостей, чтобы атмосфера праздника царила до конца? Как вы знаете, конкурсы бывают застольные и подвижные. Ну, в первую очередь, когда гость приходит на мероприятие, он немножко себя некомфортно чувствует. Поэтому нужно сделать так, чтобы их раскрепостить. Здесь существуют такие командные застольные конкурсы. Ну и после чего уже где-то уже ближе к середине и к концу можно уже интерактивные подвижные конкурсы объявить. Самая актуальная игра – это «Угадай мелодию». Все очень просто. Столами все участвуют, все отгадывают, выкрикивают. Одно из самых интересных – это какой-нибудь танцевальный батл. Возьму на заметку, но какое торжество без вкусной еды? Что подать к столу и угадать вкусы каждого? Если это при новогоднем застолье, часов 10 это могут быть какие-то легкие закуски. А кульминацией этого мероприятия, конечно же, будет мясное ассортие. Тогда послушаем, что на этот счет скажет шеф-повар Рубаи Алмаз Курбанов. Каким блюдом будем сражать гостей на повал? Сегодня мы приготовим стейк из телятины с жареными овощами. Овощи мы используем только самые спелые – томаты, свежий перец болгарский, цукини, баклажаны, шампиньон и стебель сельдерея. Также мы будем гарнировать наше блюдо миксом листьев салата и свежей зеленью – кинза, петрушка, укроп. Для сегодняшнего приготовления нам потребуется стейк – телятины, выращенный нашими отечественными фермерами зернового откорма. Обильно посыпем морской солью крупно, хотя бытует мнение, что солить мясо можно будет уже после приготовления, так как соль выдавливает у нас всю влагу. И перец используем 4 перца, либо 5 перцев, да? Обильно смазываем маслом. Мясо желательно использовать более теплые, прогретые, комнатной температуры, ни в коем случае не из холодильника, так как мясо должно быть подготовленным перед обжариванием. Итак, наше мясо готово, мы его отпускаем на сковороду и с чистой совести будем обжаривать с двух сторон. Итак, обжариваем наш стейк на хорошо прогретой сковороде, сухой прогретой сковороде, подготовленный стейк. Стейк обжариваем средней толщиной 3-4 сантиметра, обжариваем по 4,5-5 минут с каждой стороны до золотистого колера. Вы слышите этот дивный аромат? Аромат настоящего жареного мяса. Штейк доходит до полной готовности, мы имеем возможность небольшого времени для того, чтобы подготовить наши овощи. И в конце приготовления мы выкладываем тимьян, розмарин. Это блюдо Дайена сможет поднять настроение любой компании. А также рекомендую ассортик обоб. И в завершении процесса приготовления для наших дорогих гостей мы при подаче наше блюдо фламбируем. Блюдо готово. Скорее попробуем. Действительно, очень вкусно. И сытно, что позволит восстановить силы после веселых игр и танцев, за что и благодарим чайхану восточной кухни Рубаи. И, конечно, вас салават за полезные советы. Спасибо. А с вами прощаемся. До новых встреч. Справляйте праздник со вкусом. Ресторан Рубаи приглашает вас посетить роскошь Востока. Отведать национальные блюда татарской и узбекской кухонь.